всем доброго времени суток уважаемые телезрители привет сегодня мы с димой первый раз в этом году оказались наверное вот если можно так сказать в одном из самых волшебных мест на планете земля но кстати надо отметить именно первый раз в этом сезоне вот мы приехали сюда с димой посмотреть в этом году у нас на дальнем востоке не секрет как бы сказать везде большая вода все заливает амур вот-вот затопит хабаров все новости показывает что мы может быть даже уже утонули наверное я в этом не удивляюсь как бы сказать да нет не утонули посмотрите мы все здесь ну все здесь вы вы даже не поверите даже еще есть место так чтобы разбить тут палатку там подумайте дым в стульчик раскладушечки там все как положено несмотря на все прогнозы в воде в реке примерно ну на метр больше уровня на метр до при меня так думаю на метр больше уровень но мы не спеша поднялись разбили палатку поставили палатку разбили лагерь любуемся красотами сейчас планируем пойти порыбачить ну скажем так не знаем что там кого да ну сделали защиту попробуем удар она еще пока ни одного не держала от этого как что-то там будет держать удар мы там посмотрим чего кого покажем покажем да покажем расскажем винт играемся еще с шагом винта пробовали 13 сейчас опустились на тут же на 11 на 11 на штатной мы вернулись до штатной 13 мы ходили на штатом на 13 нам не понравилось и мы начали нашим глянем уже ночью только не ходили там и 10 уже там мужик не перебрали не нужно данный момент 11 стоит 11 сейчас это 11 ну что могу сказать уважаемые зрители у нас сегодня много интересного нам сегодня повезло впервые за всю историю дальнего востока я тут конечно вру преувеличиваю но тем не менее это так звучит дальневосточникам это уже как бы создать наши погоды дожди большая вода одолела нас в этом сезоне и наверное можно сказать так а пацаны это первый день за всю историю в этом году на дальнем востоке когда нормальная чистая вода чуть-чуть завышена солнечная погода нет запрета мы с дмитрием леонидовичем выехали а тут быстренько сваргалили палатку быстренько там приготовили поесть так как мы из дому выехали еще там в 5 утра ничего не евших ну нормально мы приехали сегодня у нас будут новинки вот такой спиннинг блоков прогрессом прогрессор вот новинка 2019 года и вот с 20 60 грамм длина его 244 сантиметра сделан чисто в корее видим как он изогнут видим такой не детский воблер почему не детский воблер потому что решил проверить яму под этой столовой да мы решили взять с собой халат в принципе на горных реках вообще кстати сегодня исторический момент за всю историю нашей жизни в нем никогда с гордость и халатом на горной речке не были на да никогда мне просто интересно посмотреть как и халат видит горную реку до чем нам отрисует мне интересно диме интересно ну вообще интересно да то есть мы решили первый раз посмотреть что нарисую это холодно горной реке чудим поехали ну вот уважаемые зрители наша первая поклевка с димой сегодня ну очень очень бодро black hole booster 315 сход да это были мои последние слова да ну кстати боролся с ним если честно сказать уважаемые зрители уже вот камеру ключу когда уже к лодке потащил ну но он под тем берегом спасала его экстренно выводи вот из-под этих корчей но тяну прям очень бодро дима мне соврать не даст как бы там заявка на успех вот начали рыбачить сначала место традиционно видно что вот они линки стоят по структуру скану по эхолоту но достаточно много рыбы ну ничего поддержал вот только у меня ушала рыба и у димы ох 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 димон ты давай его сюда димона magic bricks black hole 315 пытается вытянуть в этом году на первой нашей реке осенней такого шустрого дима 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 тут чё с тобой творит он у себя веревки вяжет дима ты фрикцион затягивать дружище выдыхай выдыхай ты чё ты смотри чё с собой творит да это ж о вот он вот он первый сильный проходной линок который катится вот он красавчик его то мы и ждали так я помогу пока моторчик работает хохохох держи что какой интересный рассвет ну это проходно же эти сразу же сказал одно место поклевка за поклевкой сразу да я вот прям смотрю зашел на точку ровно сразу же они начали брать у нас мы сегодня сделаем шарабан у нас есть его чудо коптильня да у нас есть хорошая шарабан коптильня и нам ее надо испытать ой какой красавчик дима поздравляю тебя с первой рыбой в этом сезоне с горной какой-то он смотри как горбуша горбатый вот уважаемые зрители поклевочка димон тут тоже потихо и развлекается вот он black hole booster 315 воблер и тума самбо и мы боремся с каким-то таким посмотрите как спиннинг загибается да дам так я бы не сказал конечно что он что-то супер но тем не менее дадим мы бы хотели бы его видеть на нашей сковородке дмитрия леонидович я угадал нет замесом как вы думаете ну дмитрий леонидович еще ни разу своей жизни не промахивался да я думаю хороший проходной ленок мы видим только у нас конец лета до дим и проходные ленки начали двигаться вниз часа скорость выключу ним что вы можете прокомментировать по этому поводу классика жанра подачи нужное место воблера и вот поклевка я слабину слабину до сидел хотя или ног они борзу они борзая да покажи водим так в ручке если если не составить труда леонидович вот такое место проплываем смотри тут по ходу и таймени стоят сейчас мы здесь поработаем хороший да вы тетю такой да и она это на жирюху возьмем муж по одному имеем право как минимум взять до запрета так шучу одного на шарабан одного поджарить верно а остальное мы отпустим так что уважаемые зрители мы вам реально обещаем да мы как и поджарить покажем все по-честному ну вот уважаемые зрители у у нас дима очередная поклевочка ох ты какой и опять проходной до проще тогда а вот этот уже такой да да тут уже подкабаневший ну кадим покажи такого монстра зрителям ну конечно не монстра это бы так и говорим тут у нас кепки валять по лодке ну и что у нас все работает работает у нас все и тума самбо дадим а кстати а дима между прочим ловит на и тума чип для на чип я одного пойму да у меня уже два и третья поклевка была на самбу то есть самбо пока явно как бы чуть-чуть имеет перевес до вот мы видим самбо и тума ну к ним покажи зрителям красавчика вот там чего сильно нет повредили сильно заглотил да мы с димой обещали отпустить ну так как он заглотил сильно так что уважаемые зрители хотя по закону мы имеем право конечно лимит нас еще не исчерпан данный 5 килограмм мы можем взять это каждый в сумме на двоих десятку внутри этого линка мы обещали отпустить ну так мы видим что кровь идет дима грек сильно заглотил я почему и спросил да ну заберем что теперь делать ну вы нас не судите строго в любом случае рыбалочка у нас идем и мы вас не хотим обманивать дим давай покажем что у нас реально три линка то есть вот как бы сказать как бы стать вот без копюр дадим я-то был готов я тоже там был готов ну конечно твой спиннин чуть-чуть спасем чтобы не сломать его об золоте ну чтобы он на эти ветки не повис еще раз поднимемся да а а а Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Что нам для этого понадобится? А понадобится у нас не много! Обыкновенная соль, перец, специи и мы идем с Димой готовить! Вот Дима мне тут положил на термосе вот такого нормального как раз мерного леночка, которого мы сегодня поймали. Он несет мангал-шарабан от фирмы Берег. Сразу же его тут распаковывают. Вот мы ставим специи, тут же быстренько все начинаем двигаться. Вот, сразу же его по хребеточку... Опа! Вот так мы леночка шпилим... Контрольный... Вот, мы его вот так вот, уважаемые зрители, пластанули. Что для этого требуется дальше, во всем нашем мероприятии? Фольга... Зачем фольга? Не надо фольга? Не надо фольга? Не надо фольга... Вот уже шашлычок на него делал, вы посмотрите в видео, вроде, вот уже все как бы... Там, кстати, две решеточки, да? Да, ну, достаточно такой плотный... Из нержи, из нержи, точечной сварочкой, да, такой? Нержавейка, да, двойка... Такой увесистый, тяжелый, нехлипенький... А вот это зачем крыша? А это ж поддон, куда жир будет скапывать... А, потом вот так раз его, да? Ну, а почему он вообще вот так вот, вынимай его вообще... Хоп, ты его на дно ловишь вот так вот... Хоп-па-и-ла-ла-ла... Потом взял... Не, наверное, щипу надо сначала... Нет, щипу-то вниз, конечно, давай... Конечно, засыпай щипу... А я в это время быстренько там, в режиме нон-стоп... Посыпаю сальцой нашего сочного осеннего оленка, который решил уже скатиться на зимовочку, да? Вот так вот мы его быстренько... Чих-чих-чих... С Димой... Ну, он нагуливал... Нагуливает... Зырок нагуливал, чтоб к нам в карабанчик попасть... Угу... Берем приправы для рыбы... Все, полпакетика достаточно будет? Да, все усыпать... Все? Конечно... Только много... Не, не, нормально... Ну, может быть не всю, да, там... Да, я думаю, полпакета будет достаточно... Теперь... Посыпаем... Специями для рыбы... Все вот это вот... Самое главное во всем это деле, уважаемые зрители... Не переборщить, да, Дим? Самая вкусная свежая рыба... В которой нет никаких специй... Просто рыба... Немножко соли и все... Я вот так люблю... Так... Немного специй... Вот... Теперь немного... Перса... Здесь и 300 грамм... Одна стандартная упаковка и 2 стакана... Угу... Смотрите, смачите щепу водой... Да-да-да... Смачить надо, чтобы она это... Ну, возьми ее в горсть, прям так намочи... Да... Или так чуть-чуть побрызгай... Так... Немного... Перчика... Сейчас мы с Димой порежем... Немножко лука... Одну луковицу, да... Вот такую небольшую... Сейчас мы режем... Так вот... Лучок... Одну луковицу... Кольцами... Сильно тут париться не надо... Со всем этим мероприятием... Все очень... Быстренько... Хлоп-хлоп... Закрываем... Нашего леночка... Теперь еще сверху немножко соли... Оботрем его сальцой... И дадим ему... Там, к примеру... Минут 20-30... Маленько подсолиться... Конечно, можно и больше... Вот... Так... Ну вот, уважаемые зрители... Уголечки у нас уже все тут... Тын-дын-дын... Все у нас ровненько... И мы теперь... Ставим... Саму коптильню... Сам... Шарабанчик... Вот таким образом... На медленных... Угольках... Все как положено... Начинаем медленно... Не спеша... Все это двигать... Вот... Дим... Время засеки... Все прогорит... Конечно, на медленном огоньке... Мы увидим... Уважаемые зрители... Как это все происходит... Вот... Все, короче, у нас... Четенько... Ну, кстати, между прочим... Я долго выбирал... Какой вот купить там... И мангальчик... И коптильну... Шарабанчик... И остановился... Вот именно на фирме Берег... Вот эта толстая нержавейка... Из точечной сварки... И самое главное... Продумано... Смотри... Прямо... В мангал... Ставится шарабан... И тут же можно и гриль... И тут же можно и шашлыки... И все это не в большой чехолчик... Такой фирменный... Ты видел уже, Дим? Неудобные походные, да? Да... Вообще... Как бы вообще нормалды... Да... В лодке, кстати, актуально... Что он на таком чехле... А тепло, по-моему... Такой с плотной тканью... Да... В лодке ничего не торчит... Все... Мы сложим туда... И спокойно... Да... Да... И все... Мы... Теперь с Димой будем возить с собой на рыбалочку... Это все, да... Каждый раз... Да... Вообще как бы не напряжена, да... Вся тематика... Единственное, да... По длине... По длине... Да... Ну... А почему бы и нет... Мы можем оставить свое фи... В фирме... Как бы сказать... Вот... Я всегда говорю... Что в фирме Берег... Надо бы сделать еще и... Разные там... Размерчики... По длине... Все это вот, да... Да... Шарабан у нас, наверное, уже готов... Дима его снимает... Торжественно... Так ты снимай его... Вынимай... За ручку-то... Да... Поднимай... Во... На свет сюда ставь... Смотрим... Наш леночек такой весь, да... А как пахнет... Ооо... Золотистый весь такой, да... Да, Дим? Как пахнет... Леночек такой весь в золоте... Весь такой вообще нормальный, да... Так... Что он значит ZOLD die? Вообще бодренько... Сейчас мы Димоном... Копченого леночка... Горячего копчения... Ну... Дима голову не ест, да? Сказал.... Да... Опа... о-хо-хо-хо-хо-хо-хо дружище спасибо о ну-ка давай попробуем можно вилку мне конечно да я просто снимал о как он пахнет вкус просто сюда приехать до уже мы зрители это просто нет слов это элитарный вкус это бомба вот как то так до завтра до завтра завтра будет новый день новая рыбалка новое блюдо новое блюдо до завтра будем жарить да все всем пока пока на завтра наступил у нас дима второй день мы так не спеша вот чуть лодка не уплыла ветер подувы и полезло лодку у нас мы зима не спеша отдыхаем вы даже не поверите мы не пытаемся даже поймать эту рыбу хотя есть какие-то определенные поклевочки мы просто отдыхаем смотрим вышли на косу сегодня я чуть-чуть маленько пробую ловить вот таким вот но спиннингом называется он был кол прогрессом прогресса с тестом 2060 очень большой у него тест и соответственно я пробую ловить тайменя да то есть поклевка одного тайменя было спиннинг среагировал адекватно я подсек но и щелкну ему по челюсти тьмы воблер он его как-то видно брал поперек и не зацепилась да то есть новинка сделана мы видим из такого графита skyflex разнесенка палка имеет хороший баланс с подобающей катушкой да как спиннинг у нас до 60 грамм сделан спиннинг у нас в корее мы до янкорея до длина его всего 244 сантиметра то есть видно что спиннинг мощный не очень длинный рассчитан для ловли с лодки обладает большим запасом мощности и я скажу у него бланк такой неколоватый он как раз то что надо именно по трофейной рыбе до видим первых два кольца трехлапых чтобы трехлапой чтобы держать нагрузку спиннинг неплохо кидает вот например я сейчас могу даже сделать заброс показать воблер это 22 грамма до спиннинг от 20 то есть по сути нижняя граница его теста да ну и достаточно такой толстый шнур да сейчас уже не могу сказать какого он у меня номера но безо всяких проблем мы видим спиннинг выкидывать не очень даже такой воблер который хорошо летит выкидывать он без проблем воблер у нас такой упористый до 4 метров большая струя до течения мы видим какой идет изгиб у данной палочки она нормально не заваливаться справляется с этими нагрузками да ну и никаких вопросов нет но особо много я говорю мне не довелось еще половить день только начинается я только начинаю пробовать работать этим спиннингом но в целом не уже как бы все уже нравится вот дима тоже уже такой присматриваться горит надо отжимать до среди как и сразу улыбался надо надо такой но я хочу привязать чипа чипа да но дима вчера на чипа же поймал даты леночка хочу пройтись от поэтому сливчик может быть какой-нибудь там небольшой лимончик стоять вот совсем небольшой да очень маленький да нет я предполагаю наверно лучше давать чекух я по нём ну у нас минимум лапша ты дым си дым чай там печенюшки сейчас мы потому что мы с утра ушли и как будет обед в лодке ты с такой будешь пить лимон поставь ой-ой-ой горяченький а на улице хорошо вода как мы видим чистая за ночь не прибыла падает вода рыба начинает активизироваться скоро наступит уже осень и тогда уже все будет по-другому с каждым днем вся эта рыба будет сильнее хотеть кушать ну и соответственно будет уже хорошо ловиться также у нас впервые на горной речке аляска тонна пятьсот двадцатая дадим впервые и выкатываем по горничку идет она у нас под винтом с поднятым трансом как мы с димой поднимали вам рассказывали и принципе подходит мы видим даже сюда полностью подошел на винте здесь а данный момент мотор он на практически и ну не достает а прямо на эту мелью как дима проходит до по колено она спокойно вот идет как бы подходит без безо всяких этих мой хорошо ну хоть расскажи хоть зрителям как-то дим отдыхаешь какое у тебя ощущение ощущение не очень великолепные отдыхать всегда хорошо отдыхать это не работать до налаживается погода протягивать смотрите с утра дождь буду как бы и настроение было такое немножко хмурое под дождь да да смотри как растянуло я могу сказать почему она была с утра еще вообще хмуро почему потому что у нас начали кончаться запасы просто дождь лил ночью пошел дочь потом с утра дождь пошел поднимались мы под дождем да мы курточках кстати я еще сниму эту курточку жарко да уже жарко становится надеюсь прогреется и рыба начнет плевать просто такие места хорошие какие-то он неактивный ну еще и не осень надо сказать что тут бы было много воды же все у нас же на дальнем востоке все вода вода амурта так до сих пор большой еще не осень воды было много но рыба есть она вчера ловилась и вчера достаточно много поклевок было мы трех поймали у меня еще два схода и таймешонок оборвал еще лет ну шнурок вчера на пользу до вчера это под вечер мы уже начали ну тебя сейчас тоже была поклевка у димы сейчас была поклевка у меня тайменья тоже была поклёвка я кидал самбо самбо да у меня на байт ну вот уважаемые зрители мы наблюдаем поклевочку линочка о какой красавчик ой какой красавчик ну вот наконец видишь и местный попался да его надо отпустить где у тебя там дим эти инструментарий я к тебе сейчас его заведу сюда ты его сразу же наверно на подъеме и отпустишь до держа все ослабляю крутится ну блин ну как же ты так засекся малыш давай отпускай пока пока дружище побежал переплел мне тут воблерочек мать вот уважаемые зрители еще одна очередная поклевка о нифига шнур оборвал да ну нафиг здоровый был нормально он брыкнулся да 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 хорошо ну ну такие кабанчики клюют давно у меня линки шнур не рвали здоровый ленок вот мы решили отыграться с димой только я кинул вот сейчас по сути дела три рыбины все с одного места все четко прям с одного места да и не ловчая самбо вот этот уже побольше до такой ого-го красивый ты какой дима горит мы сегодня шарабанить не будем а вот за шнур то это брать ты снимаешь а с ним поднимай поднимай хоть покажем его о красавчик так и чё еще и вот так и дарим ему свободу ну давай беги спасибо за поклевку пошел такой ну вот уважаемые зрители подошел у нас второй день рыбалки рыбу мы сегодня все с димой выпустили сто процентов вот дима подтверждает это и решили да есть что мы вчера не доели но мы так подумали чтобы нам еще раз исполнить но мы решили с димой чтобы мы сейчас исполнить еще раз шарабана дима взял пилу маленечко заготовил дровишек сейчас мы щепочек замутим как всегда нам вчера это очень понравилось да можно еще дим на это стружки это есть там не тальника нет построгать еще это достаточно да все у нас хорошо все нормально очень хорошо провели ночь замечательно отлично спалось на раскладушках септерма просто сказка да дим у меня даже больная спина с грыжами позвоночника и у димы тоже сколиоз как бы проблемы имеем со спинами и мы встали к огурцами да на этих раскладушках обычно ты знаешь когда кровать что-то там чё-то не подходит там встаешь с нее когда поспал там вся спина переклини на снасти у нас тоже хорошо отработали к лодке нареканий никаких у нас нет мотору тоже у нас нареканий никаких нет все у нас замечательно вода у нас не прибывает стоит уже два дня на одном уровне все нормализуется скоро осень ленок уже появляется глюет было прям 5 таких четких поклевок прям с одного места 5 разных ленков родим это около пяти было точная подача да да родили один за другим остальные места как-то прошли молчат рабочие наши вчерашние места ну еще было одно место где выходили то есть выхода еще были мы смотрели как бы не активно до рыба не активно а чё видишь у нас все погода погода дожди дожди все крутит но еще и не осень как бы теплая вода я вот сейчас руки ну вообще тепленьшая вода и 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вдалеке колыхает гроза. Дима втыкает шампура, чтобы поставить сам шарабанчик. Я уже загрузил рыбку. Шарабанчик осталось. За немногим закрыть крышку и поставить. Засекай время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сколько он у нас тогда стоял? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И поджарим. Просто тупо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА пополам его по хребту рыба прекрасно сохранилась вообще но у проблем да 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 не нет и прям так смотри на оливковом масле поджарим потекла смотри жирный уже жир какая прослойка на хребте белая жир от смотри уже такой гром про хочет да тут что-то это воздухе летает гроза запахло грозой ага прям вообще давно погода не омраченном настроении дима принес карабан о а дождик это убирать и 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 немножко вверх горчит ну потому что он раскрылся произвольно да у нас получилось так что почему-то ленок в шарабане распахнулся так великолепно попробуй знаешь я обмахнул сейчас стакан если бы не поставили я бы тоже ну как рыба на оливковом масле рыба на оливковом масле вот на таком вот копченый ленок еще со вчерашнего дня нормальные это тоже чертки ну что леонидыч чё прям смотрю нежненькая да оси ближе к осени уже жирок нагуливая до леночек ленковый наггенс ленковый наггенс попробуй хрум 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 вообще классно а где же буль 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 а нету когда-нибудь да когда-нибудь нашей жизни пока не заработали в общем что я хочу сказать что главное не только процесс рыбалки кидаешь крутишь да чё там вот да главное не только вот этот вот весь процесс главное и приготовление пищи так что-то приготовили покушали главное наверное действительно погулять у реки зарядить свой внутренний аккумулятор внутренний душевный приехать домой отдохнувшим любящим соскучившимся по своей семье все и здравствуйте у нас еще завтра день до день но мы уже будем проще так сегодня вся рыба отпущена взяли ровно настолько чтобы поесть много и не снимали скажем так так скромненько отдыхали чисто в свое удовольствие первый раз мы в этом году на этой речке очень хорошие красивые виды замечательно завтра мы будем делать соберем весь наш балаган до скарб до загрузимся и пойдем сплавом и будем кидать будем искать большую да ну вот уважаемые не знаю короче завтра будет видео не будет но если чу на всякий случай всем пока пока и и и